Режим отобрал у граждан возможность публично выступать и защищать свои права. Нарастающий градус недовольства в народе угрожает преступной власти. Поэтому спецслужбы работают над тем, чтобы подавлять независимые выступления и размывать протест через подставных лидеров, вроде Умаровой или Мамая. Реальные митинги разгораются по всему Казахстану по разным причинам. По примеру, небольшого села Бестабе протестуют жители в Степногорске. Более сотни жителей собрались, чтобы высказаться против намеченного строительства завода, который будет уничтожать опасные промышленные отходы. Мы хотим жить! Хватит нам уже загрязнений. У нас здесь достаточно всего. Зачем нам это? Пойдите в нормальный день и посмотрите, сколько маленьких детей в городе. Только настоящие журналисты освещают правду о том, как живут люди. Поэтому я хочу поблагодарить все соцсети, группы. Мы выразили свою гражданскую позицию. То есть это совершенно нормально, естественно, для любого человека. Многие из людей вот сейчас мимо куда-то ходят, и в принципе не их вина, что они там ходят. Просто они еще не услышали, что происходит у нас в городе. Поэтому просьба передавать это все на личном уровне, на работе, просто с кем вы дружите, родственникам своим. Просто рассказывать вообще о том, что у нас происходит в городе. В Алматы также митингуют работники рынка, в котором поставили ультиматум – вакцинация или потеря работы. Людей заставят привиться путинской вакциной, чтобы не лишиться заработка. Все народные протесты объединяет причастность Назарбаева к преступлениям. Тукаев президент сказал, что уведомление. Разрешение не надо. Не остановим наш протест. Протест будет каждую неделю, каждую субботу. Будем проводить протест против Назарбаева. Мы подавали удавление. Мы удавление подавали. Мы вышли на акцию протеста. Свободу всем политическим заключенным. Аскару Хайрбек, Ерболу Исхожину, Аселью Анланбек, Жанебек Жунусов и всем остальным. Мы требуем свободу Аскар Хайрбек. Нас, как всегда, незаконно преследуют полицейские. На каком основании он снимает? Свободу Аскар Хайрбек. Свободу Аскар Хайрбек. Полиция с народом. Вы нас снимаете незаконно. Вы, пожалуйста, должны представиться. Кто вы? Старший лейтенант. Так, у вас тоже список хоробет. Заключим, да? Нас снимают. Пожалуйста, представьтесь, товарищ капитан. Вы снимаете на каком основании? Ответ тишина. Хоробеты, хоробеты. Хоробеты. За кусок хлеба продаете родину, да? Фальсифицируете документы, уголовные дела, и вы их охраняете. Назарбаева окружают преданные слуги, как Токаев или Масимов. Они подчиняются приказам и обязаны подтверждать покорность воли Елбасы. Мафиозная система Назарбаева построена на унижении и принципах рабства. Каждые выходные люди объединяются в центрах городов, чтобы высказать преступной власти свои требования и объединить все требования народа в один кулак протеста. Люди должны присоединиться к протестам, чтобы десятки активистов, сидящих в изоляторах за требования лучшей жизни для граждан, наконец вышли на свободу. Невиновных людей намеренно пытают в камерах. Они постоянно находятся в нечеловеческих условиях, сырости и зловонии. Еда отвратительная, свидания с родственниками запрещены. Большинство из них находятся в тяжелых тюремных условиях уже более девяти месяцев. Их семьи лишены поддержки и каждый может пожертвовать тысячу тенге в месяц на самое необходимое для детей политзаключенных.